Как поменять щетки в электродвигателе стиральной машины? У меня от стиралочки Индезит мотор. Щетки я уже снял. Как видите, щетки стертые. Для этого нам понадобится комплект щеток. Я уже купил, из упаковочки вынял. Щетки здесь, в Индезитах, на 13,5 мм. Ширина вот эта. Длина может быть разная. 35-40 мм. Щетки также бывают на 12,5 мм. Лучше заказывать сразу по размеру. Если вы знаете свой размер. Если нет, то заказывайте 13,5 мм. И одну сторону можно сточить на наждачке. Купил я фирмы SKL. Скажу, что это самые дешевые щетки. Китайские. Я не рекомендую их покупать. Они самые дешевые. Обычно я покупаю подороже, по качественней. К примеру, вот с маркировочкой. Щеточки поклеенные. Вот эти подлиннее будут на 5 мм. Эти на 35 мм. В общем, неважно. Если их правильно установить, затереть, то они тоже будут работать. Итак, что нам необходимо будет. Это кусачки, напильничек, плоскогубцы, отвертка, наждачка, припой, олова, паяльник. Когда вы снимаете, щеточки меняете, то в идеале, конечно, продуть хорошо мотор. Если у вас есть компрессор, то воздухом хорошо продуть. Представьте себе, сколько пыли оседает. Вот этой угольной пыли на обмотке двигателя. Поэтому желательно хорошо продуть. Вы удивитесь, сколько в нем пыли за года собирается. Прежде чем откусить вот эту щетку, делаем отметку по направлению, как она стоит. Я обычно это делаю вот так. Нацарапываю. Либо отверткой. Это для того, чтобы вы потом не перепутали, как ее поставить. Дальше берем кусачки. И я откусываю прямо вот тут за край. Вынимаем щетку. Откусываю тоже здесь. И вот сюда будем припаивать. Для того, чтобы хорошо припаялось, я беру напильник. И вот тут зачищаю. Вот этот металл, эту медь. Чтобы она блестела. И олово хорошо сюда напаялось. Плоскогубцы нужны для того, чтобы зажать вот этот корпус. И вот сюда напаиваю олово. Вот так получается. Теперь беру другую. Делаю то же самое. Так, напаял я здесь олово. Далее берем щетки. И нужно отрезать лишний провод. Замеряем так, чтобы немного заходило. Миллиметра три. Середину. И откусываю вот до этого края. И сейчас вот эту по размеру откусываю так же. Теперь нужно залудить края вот этих проводов медных. Немножко олова. Дальше процесс не сложный. Берем пружинку. Вставляем. Так вот, просунул я щеточку. И сейчас запаиваю вот этот край. То же самое сейчас делаю со второй щеточкой. После того, как запаяли, нужно обязательно их проверить. Приставив одну к другой, чтобы они были равномерно припаяны. Так, сейчас ставлю их в щетка-держатели. Теперь эти щеточки нужно притереть перед установкой их на двигатель. Притереть их обязательно нужно, потому что вы можете увидеть на какой у них угол совсем другой. Берем наждачку. и затем я просовываю наждачку на коллектор. Просунул наждачку по кругу. теперь ставлю щетку и притираю. Оно даже слышно, когда щетка не притертая, оно такой скрежет из-за того, что она неровно, не хорошо прилегает, то она тарахтит. после притерки она будет хорошо прилегать. Если их не притереть и оставить так, то мотор нормально работать не будет. щетки будут искрить из-за того, что плохой контакт, будут нагреваться и будут стираться быстрее. Видите, какой звук? Это звук неправильный. Он говорит о том, что щеточка еще не притертая. Так, притерли одну щеточку. Смотрите, какой звук. Вот он звук уже правильный. Не тарахтит. И вот она на всей плоскости видно блестит. Прилегает уже хорошо. Так, протер еще одну щеточку. Тоже вот слушайте, какой звук. Тихонечко работает в одну, в другую сторону. Щеточки установил. Крутится якорь тихонечко. Не забудьте подключить провода к щеткам. конечно можно купить уже готовые щетки с щеткодержателем, но их вероятнее всего тоже придется вам затирать. Прилегают. На этом все. Вам успехов в вашем ремонте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.